Идеальный телевизионный канал с точки зрения Максима Калашникова. Ну, каждый, конечно, всяк-кулик свое болото хвалит, или там специалист по доминфлюзму, но в этом канал бы говорил о возможном будущем, о битве разных вариантов будущего, и о нужном для русских будущем. То есть все передачи бы выстраивались в этом направлении, потому что нам же надо из этой ямы, в которую мы оказались, выходить. Потому что после правления Ельцин, правления Путина, это что? Это руины закрасили, задрапировали, цветочки посадили, а руины-то остались на самом деле. И люди к этому привыкли. Мы ведь на самом деле сырьевая, вымирающая до сих пор страна. Ведь для того, чтобы не вымирать, надо трех детей в каждой семье русской иметь. То есть, что касается будущего, огромное количество передач просветительских, научно-популярных, научно-популярная вещь, они вообще убиты. Нынешние русские вообще не знают Россию. Вообще не знают. Они Российскую Федерацию не знают. Вот они знают Москву какую-нибудь, где они живут, и Таиланд, и Кемер, где они, в Турции. Расскажите и о Российской Федерации, и об Украине, тоже русская земля, и о Белоруссии, и о Казахстане. То есть, вот эта территория русского мира должна быть описана, показана. Вот такой канал. Причем этот канал должен быть связан с такой вот социальной сетью. Вот Планета Городов в Новосибирске разрабатывается, пятиядерная сеть. Вот она должна быть таким интерактивным телевидением. Это должно быть умное телевидение, без всякой пошлости. Я понимаю, что смотреть его будет очень мало людей, потому что нынешние люди, они, конечно, цифровые и слабоумные. Где-то процентов 50-60 населения просто стало на четвереньки. И, собственно говоря, были ли там трусы герцогини Кембриджа во время ее венчания, их интересует больше, чем будущее русского мира. Или там как Киркоров с Галкиным детей завели. То есть, нет, простите, не Киркоров с Галкиным, а Галкин с Пугачевой с помощью суррогатной матери. Вот это будет смотреться, это будет самым важным событием года. Но мы должны ориентироваться не на быдло, которое уже ничего не спасет. Он просто будет подчиняться. А на тот слой людей, который сможет стать новой элитой, новой властью в России, новым несущим слоем. Быдло мы потом подчиним и заставим смотреть то, что нужно. Вот такой бы канал, который выделял, отделял бы умных людей, сохранивших вообще мышление какое-то человеческое от моря скотов, я бы, так сказать, такой канал бы запустил.